В зале музея имени Абулхана Костеева молодые казахстанские художники словно возвращаются в 1937 год. Год массовых репрессий. Среди участников арт-выставки потомки тех, кто непосредственно стал жертвой этого сложного исторического периода. Художники пытаются осмыслить и передать атмосферу того времени. Через систему ГУЛАГа прошли миллионы советских и иностранных граждан, осужденных по так называемой 58-й статье. Многие из них погибли от пыток, расстрелов. Парадокс, но кажется, даже здесь немногие готовы говорить о личной ответственности не вождей, а простых граждан. Спустя почти 80-летий в постсоветских человеках не испарились банальность, низость, зло и пошлость, читает кинорежиссер Ермек Турсонов. Сталин Сталином и Ежов Ежовым, Галашокин, Галашокин. Чтобы им была работа, чтобы они осуществляли свою работу, нужны были люди, которые этим занимались. И этим занимались. Когда для того, чтобы выжить, надо становиться стукачем. Вообще, вот этот институт стукачества, он был и, по-моему, остается. То есть, дело Сталина как бы все еще живет в Казахстане. Я не могу сказать, что он существует в тех пределах, какие были при Сталине. Представление – это была массовая истерия. Но какие-то отголоски все-таки это присутствует. Ажар Жандосова – организатор этой выставки. Она внучка двух виднейших казненных казахских личностей – поэта Ильяса Жанцугурова и Ораза Жандосова. Наверное, нельзя сказать, что трудно говорить, допустим, о повторении таких же репрессий, такого же масштаба в будущем. Но они могут повториться в каком-то другом качестве. Это страшно. И поэтому, наверное, эта тема должна быть таким или иным способом звучать постоянно. Отсюда они отдавали приказы о чудовищных экспериментах. Впрочем, в году большой международной политики руководство страны по-прежнему не спешит с такими выводами, говорят эксперты. Власть в Казахстане на официальном уровне не торопится даже признать Галадамор и геноцид 1931-1933 годов. Тогда, в годы первой волны индустриальной политики с СССР, исчезла половина казахского населения. Продолжение следует...